На этой неделе у нас праздник, поэтому недельную главу Тора мы сегодня не комментируем. Но у меня предоставилась возможность все-таки немножко с вами поговорить. И я скажу, что я этой возможности несказанно рад, что могу. Итак, День Искупления, Йом-Кипур. И концепция искупления исходит из сущности самой еврейской религии. Это очень важно, это очень интересно, потому что она утверждается ни на чем ином, как на осознании живой связи со святым Богом, с Богом как царем, Богом, который придет судить этот мир и любящим отцом. Эта связь, она изначально в идеальной форме была показана в Эдемском саду. Мы с вами знаем, что когда Бог сотворил человека, то Бог общался с человеком напрямую, совершенно просто. Но грех нарушил эту связь. Мы знаем, что грех эту связь нарушил. Причем грех произвел необратимые последствия во всем человечестве как таковом. Рождаясь, человек, он наследует эту склонность к греху, которая выражается потом в действиях греховных. Он получает греховную природу, которая двигает, потом выражается в его поступках неправильных. И отсюда проистекает необходимость примирения человека с Богом и восстановлением нарушенной связи с Богом. Но сами средства вот этого восстановления, они менялись на протяжении всей истории израильского народа. Мы с вами знаем об этом, что смотря на историю народа, мы можем видеть такую эволюцию развития этих отношений и восстановление этих отношений. И когда народ вступил в заветные отношения у горы Синай, то был установлен закон, согласно которому именно искупление достигалось путем жертвоприношения. Но очень важный момент, что жертвоприношение само, оно не рассматривалось как самостоятельное такое действие, достаточное для того, чтобы человек был искуплен. Только при условии покаяния, только при условии действительно раскоряния в своих грехах, эта жертва, она начинала действовать, она начинала действительно быть жертвой. И согласно тому, что говорит нам Танах в книгах пророков, мы очень сильно видим, что пророки осуждали как раз момент того, что жертва не была связана с покаянием. Я процитирую вам книгу пророка Исаия, первую главу. Написано следующее. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите, являясь при лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше дворов тщетных, курение отвратительно для меня. «Новомесячие и суббот, праздничных собраний не могу терпеть беззакония и празднования». И дальше в 16 стихе он продолжает, говорит «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваших от отчей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». И мы видим, что решение человека отказаться от злых дел, решение человека делать добро и раскаяние, оно должно предшествовать жертвоприношению. И именно такая концепция, я скажу, что она, ну может быть это будет так не совсем сказано, но она включает, она именно включает механизм искупления. Механизм, который изглаживает грехи и буквально смывает эти грехи. И вот почему перед праздником Йом-Кипур, мы знаем, у нас были дни трепета, дни трепета, дни раскаяния для осместления своей жизни. И действительно осознание того, как мы движемся, что, чтобы мы могли раскаяться в том, что мы делаем. И если практическое применение взять сказанному, то для нас это очень важный момент, потому что я скажу, что, к сожалению, мы можем видеть иногда неправильную последовательность или неправильное понимание вообще того, как нам доносить Евангелие, что мы должны говорить людям. Иногда мы можем видеть, что говорят, тебе надо раскаяться только в грехах, тебе надо только принять Ишуа и все, твоя жизнь изменится. Я скажу так, что да, Ишуа, Он действительно спасает нас, Ишуа есть искупительной жертвой, но прежде нам надо понять и осознать, что мы в неправильном положении перед Богом. Нам надо понять то, что есть нечто, есть грех, который стоит между нами стеной. И нам надо принять решение изменить вектор нашей жизни, нам надо принять решение двигаться в другую сторону. И тогда мы, раскаившись в наших грехах, мы призываем имя Господа. И Он искупает нас от наших грехов, Он дает прощение, Он освящает нас. Но вернемся к Божьему плану спасения, который неразрывно связан с искуплением. После заключения Синайского завета, прежде установления системы жертвоприношения, было ли следующее действие? Маше, он получил откровение о Скинии. Он получил эти откровения, и Скиния что это было? Скиния это было место ярко выраженного Божьего присутствия, Божьего обитания. И в книге Шмот написано следующее. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец Скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Это то, что Бог повелевал Маше. Перед этим немножко, за несколько стеков, написано, что Маше взошел на гору и покрыло облако гору. «И слава Господня осенила гору Синай и покрывала ее облако шесть дней. А в седьмой день Господь возвал к Маше из среды облака. Ведь же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. «Моисей вступил в среду облака и взошел на гору, и был Маше на горе сорок дней и сорок ночей». И мы видим, что Маше, он непосредственно пребывал в этом месте Божьего присутствия. Он вошел в Божье присутствие, и это все происходило на глазах народа. Народ видел это необыкновенное действие, и на горе Бог дает откровение Скинии. Вот что Бог дает, Он показывает Маше эту Скинию, чтобы явить народу свою шехину, явить свое присутствие. Но Он хотел уже это сделать внизу. Маше был на горе, Он хотел это явить внизу. И если мы с вами посмотрим, то вспомним, Мишкан, он был построен не сразу. Был определенный период времени, который прошел, прежде чем он был построен. И на строительство ушло около полугода времени, но в момент как раз интересно, что в этот период, когда Маше имел эти отношения с Богом, имел непосредственное с Ним общение, что происходило? Народ совершил грех золотого тельца. И после этого, что мы видим? Что Маше, он ставит вторую Скинию, свою Скинию. Он ставит ее за станом, и в этой Скинии... Сейчас я прочитаю вам все-таки, что происходило. Это Шмот, 33 глава. Написано, когда же Маше входил в Скинию, тогда спусался стол облачный и становился у входа в Скинию. И Господь говорил с Маше, и видел весь народ, стол облачный, стоящий у входа в Скинию. И вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Маше лицом к лицу, как бы говорил, кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Авен, юноша, не отлучался от Скинии. И удивительные вещи. Бог показывает Маше образ Скинии. Народ совершает грех. Маше, он ставит Скинию за станом, где он имеет отношение с Богом. Где он говорит с ним уста в устам, без посредника. Маше говорит с Богом уста без посредника. И это удивительный случай. Этот случай показывает, что Бог хотел, у него было намерение с человеком иметь отношение близкие, отношение без посредников. Но в своем развитии на тот период израильский народ, он не был готов к таким отношениям. Мы видим, случай Золотого Тельца показывает это. То, что он не был готов к этому. И поэтому Бог дает построить Скинию на земле. И помните, да, народ же в свое время отказался от отношений. Он сказал, Маше, иди ты. Мы тут постоим, мы тут подождем. Мы немножечко боимся. И Бог, показав Скинию на горе, Он делает эту Скинию на земле. Но только уже эта Скиния, она должна была быть с посредническим служением священников. И в этой Скинии должны были что сделаться? В этом Скинии должны были приноситься жертвы. Потому что в Божье присутствие ни священник не мог зайти без жертвы за грех. Народ нуждался в искуплении. И что мы видим? На примере Маше, как я сказал, Бог показывает его план. Он показывает, что он хочет иметь отношения. Какие отношения он хочет иметь с Богом? Но грех. Есть проблема. Проблема – это грех. И поэтому народ и священники также, они нуждаются в жертве за грех. И как мы с вами знаем, что священник должен был, прежде чем войти в Божье присутствие, во святой святых, он должен был принести жертву за свои грехи. И потом принести жертву за грехи народа. Это как раз происходило на праздник Йом-Кипур, когда священник ходил раз в год во святое святых для того, чтобы принести жертву. Что это показывает? Это показывает, что в скине Маше, в который он ходил в Божье присутствие, без жертвы, является прообразом отношений, которые Бог хотел со своим народом. И я скажу так, что эти отношения сейчас мы имеем. Мы можем также с вами ходить в Божье присутствие, и мы можем иметь эти отношения с Богом уста в устам. Мы можем говорить с Богом непосредственно. И все это благодаря тому, что совершена жертва. И интересный тут момент того, что Ешуа, он пришел на эту землю для того, чтобы исполнить божественный план. И что он сделал? Ешуа стал священником. Написано в книге, евреям написано, что Ешуа, это пятая глава. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит, «Ты священник вовек по чину мелхиседека». И как первосвященник он вошел во святое святых, чтобы искупить нас от грехов, но не с кровью животных уже, не с кровью козлов и тельцов, как написано, но со своей святою кровью. И также написано в книге евреям, что Христос первосвященник будущих благ, придя с большую совершенную скиню нерукотворную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ишуа стал искупительной жертвой, чтобы мы с вами могли иметь отношения, вот именно такие отношения с Богом один на один, без посредников, такие, которые были показаны в Ветхом Завете, которые есть образы, которые раскрывают божественный план, направляющий людей, направляющий взор израильского народа к Мессии. И день искупления он напоминает нам лично с вами, он говорит о том, что наши грехи, они искуплены, что мы, Бог убилил наши грехи и мы имеем эту возможность входить во святое святых посредством его жертвы. Но Йом-Кипур и праздники, вот эти вот, от Рашхашана, осенние праздники, они также нам напоминают о том, что мы нуждаемся в раскаянии. Если мы забываем о том, что нам надо иметь покаяние перед Богом, что мы люди несовершенные, то вектор нашей жизни, он меняется в другую сторону. Для нас жертва Ишуа начинает от нас, она отдаляться, потому что его жертва, она связана с нашим покаянием постоянно. И наша жизнь, жизнь христиан, это путь шувы, в котором мы, ища Божьего лица, осознавая жертву Ишуа, возрастаем, преображаясь от его славы, от славы Агнца, загланного за греки этого мира. Поэтому, друзья, очень важно для нас понимать это, размышлять об этом, смотреть, не на опасном ли мы пути, верили ли мы. Равша уличил об этом, чтобы мы действительно исследовали себя. И эти праздники, это не было для нас формальностью, но было действительно временем переосмысления. Есть церковная, ну не еврейская, но церковная такая духовная дисциплина, которая называется дисциплина уединения и размышления, где человек, он как раз размышляет об этом, о своих путях. И это взято откуда? Это взято одней трепетой, что человеку важно размышлять, человек должен размышлять о своих путях, приносить покаяние. И тогда, Боже, он имеет в Боге двигаться вперед, двигаться за Ишуа, это сила движения вперед для каждого верующего. Поэтому пусть Бог нас благословит всегда смотреть на искупительную жертву Ишуа Мессии, который умер в воскресе для нашего оправдания, и идти путем тшувы всю нашу жизнь. Пусть Бог нам в этом поможет. Субтитры создавал DimaTorzok